К труду и обороне готовы. Более 200 человек приняли участие в едином дне сдачи ГТО. Традиционно спортивный праздник проходит в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Я поздравляю вас всех с праздником, праздником спорта. Желаю всем успехов. От слов к делу. Участники мероприятия, представители администрации, советов депутатов Щелковского района приступили к выполнению нормативов. Сдавали подтягивания, прыжки в длину, наклоны, бег, подъем гири, упражнения на пресс и стрельбу. Все, кто выполнял нормативы, были уверены. Такие массовые спортивные акции помогают узнать свои физические возможности, сплачивают коллективы и дарят заряд хорошего настроения. Ведь здоровый дух может быть только в здоровом теле. Для здоровья человека это очень важно заниматься спортом. В целом я довольна, но есть куда стремиться и хотела бы заниматься спортом еще больше. После сдачи нормативов ГТО на стройплощадку. Положительную динамику отметил Алексей Валов в детском саду в первом советском переулке. В учреждении ведется монтаж оборудования, уже собирается мебель. Здесь продумана абсолютная безопасность для детей на уровне автомата. Не на уровне человеческого фактора, а на уровне снятия данных по всем помещениям. Поэтому мы вот так долго вводим их в эксплуатацию, потому что уровень аппаратуры все-таки достаточно сложный. Специалистов найти непросто. На объекте 18 человек. Это инженеры, вентиляция, сантехника, слаботочные системы. В принципе все системы смонтированы. Мы выходим, чтобы в понедельник произвести уже комплексную пусконаладку. В рамках выездного совещания Алексей Валов оценил уборку центральной части города от снега и наледи. Он отметил, на основных улицах работы выполняются неплохо. А также узнал у прохожих мнение относительно дальнейшего благоустройства улицы Парковой. А если мы продлим эту улицу Парковой до района Дома культуры, это нормально будет? Красота. Красота будет, да? Реакцию видите, все одобряют, все поддерживают и хотят, чтобы эта улица Парковая прошла в 2017 году до РДК, до площади Пушкина. На площади Пушкина мы тоже сделаем реконструкцию. Все остальные наши планы, которые мы вынашимся вместе, тоже должны быть воплощены в 2017 году. Так что благоустройство планируется продолжить, но по-настоящему преобразить город можно только благодаря совместным усилиям и властей, и жителей. Ведь любовь к малой родине начинается с заботы горожан о чистоте и порядке. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.